Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о трех настоящих красавцах от Pierre Guillaume. Все три аромата, сразу скажу, абсолютно разные, и каждый, конечно же, прекрасен по-своему. Начну я свой рассказ с 15.1. Это самый свежий, если мы берем по году выпуска, аромат из всей троицы. И, конечно же, я, наверное, назову, что он такой самый невинный. Сразу говорю, что 15.1 где-то сравнивают с 5.1. Что могу сказать по этому поводу? Они разные, разные в раскрытии, но ощущение тонкости и изящества, наверное, они оставляют приблизительно одинаковые. Поэтому, если вы любите 5.1, то можно смело пробовать 15.1, и я думаю, что он вам зайдет. А так, конечно же, прекрасно могут сосуществовать в одном парфюмерном гардеробе, абсолютно не перекрывая друг друга. Ну, сегодня речь о 15.1. И про что? Это аромат чистый, нежный, шелковистый женской кожи. Вот такие вот он ассоциации вызывает. Это цветущая магнолия и пеленящий иланг-иланг, которые искрятся в белоснежном облаке пудры. Вот эта пудра, она придает звучанию такое ощущение чистоты. Пудра у нас лучистая, пудра свежая, никакой плотности, никакой тяжести. Пудра альдегидная. Вот эта сочная сладость экзотических цветов постепенно приобретает такой сияющий фруктовый оттенок, который продолжает переливаться в этой воздушной альдегидной пудре. Это очень красиво. Конечно же, без древесины здесь не обошлось. И здесь у нас такая теплая древесина груши именно с привкусом его сладких плодов. И вот опять же создается такое ощущение, что будто вот эта древесина, она прогрета золотыми лучами солнца. В базе потрясающая томность бензоина и ваниль. Они вот разливаются и обволакивают кожу подобно какой-то вот мерцающей вуале шелка. Очень изящно звучит, полнейший восторг. Вообще аромат такой чистый и, как я уже в самом начале сказала, абсолютно невинный. В нем есть легкость и прохлада раннего утра. Вы знаете, он звучит очень современно, но при этом элегантности ему не занимать это вот 100%. Аромат без возраста и такой универсальный в плане, что он прекрасно будет смотреться практически везде. Будь то какой-то особый момент или какой-то как рабочий аромат, офисный аромат. Мне кажется, он просто создан для наслаждения и для комфорта вот именно в носке. Следующий аромат, о котором расскажу, это у нас отравленная кожа 0,3. Аромат такой необузданной чувственности. Конечно же, про кожу. Но Пьер Гиом раскрывает нам абсолютно прекрасные грани кожаного аккорда. И здесь он взглянул на кожу такими, по его же словам, глазами эротизма. Итак, 0,3. Это сладкопьянящий аромат спелой земляники в объятиях мягкой лайковой кожи, подчеркнутой томностью смолисто-дымных переливов. Очень красиво. В принципе, аромат достаточно прост для восприятия, поэтому много о нем рассказывать не приходится. Но однозначно скажу, что его время 100% осень. Вот самую красоту он показывает именно в прохладе. И получается у него такое звучание околдовывающее и чуть-чуть дурманище. Вот если вы любите кожаное направление, ищите вот что-то такое необычное, вот как я уже сказала, здесь у нас с земляникой и вот с этой смолистой тонкой дымностью, то обязательно попробуйте отравленную кожу. Ну и такой значимый аромат для бренда, конечно же, абсолютный хит. Это у нас Тубероз Кутюр. Аромат про яркость и про красоту. Вообще, как видно из названия, Тубероза. Да, Туберозы здесь у нас на ведущих ролях. И вы знаете, что Туберозы вообще причисляют такие поразительные качества, подчеркивающие сексуальность вообще. Какая у нас здесь Тубероза? Туберозы могут быть разные абсолютно в зависимости от композиции. Я расскажу, какая Тубероза здесь. Здесь у нас Тубероза хищная. Она обольстительная. Она сексуальная. Вот эту потрясающую, роскошную Туберозу с привкусом сливочного пломбира и земляникой просто невозможно описать. Вот от этой яркости буквально сходишь с ума. Вот ее кремовость Туберозную еще больше усиливает у нас звучание иланг-иланга. Это густо, это плотно, это ярко и это очень красиво. Но здесь присутствуют свежие акценты и зелено-травянистые нотки, и они прекрасно балансируют, разрежают и скрадывают вот эту излишнюю сладость, которую дают цветы. Вот такую фруктово-пломбирово-кремовую сладость. Шлейф, конечно, у композиции просто гипнотический. Вот он длинный, он струящийся, он обращающий на себя внимание. И вся красота аромата сконцентрирована именно в шлейфе. Вот зачастую при близком контакте с ароматом вот эта земляничность не совсем чувствуется, но она прекрасно уходит в шлейф. Вот если вы хотите вот такой вот землянично-туберозный, то есть пломбировый шлейф, то вот вам однозначно сюда. Ярко, томно и однозначно притягательно. Аромат без, конечно, излишнего вызова, но точно для призыва. Вот имейте в виду, что аромат у нас не для скромниц, потому что он чисто женский. Если вы предпочитаете какие-то прозрачные ароматы, то вам однозначно не сюда. Но если вы любите яркость и приковывать к себе внимание, то точно присмотритесь к туберозе от Бергиома. Вот такие они три, абсолютно разные, потрясающие работы, которые однозначно достойны внимания. Всем отличного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok